Всем привет друзья, с вами Варчик. В патче 1.10 будут балансные правки с картами Утес, Прохоровка, Берлин и Руинберг. Берлин вышел не так давно и что-то там уже будет менять, честно говоря не знаю что. Но я бы переделал вообще весь город, поскольку он какой-то унылый. Ну а так в целом Прохоровка там какой-то кустик с ямкой поменяют, Утес, на котором будет очень много изменений и карта должна быть более адекватной. И Руинберг, который тоже очень сильно в городе переделают, тоже будет намного адекватней. Но по сути, грубо говоря, всего лишь две карты будут глобально переделаны в адекватные, поскольку один из респов не имел возможности ни на Руинберге, ни на Утесе играть вообще никак. У них не было возможности, потому что не было позиций. У врагов были позиции везде по всей карте, а у одного респа не было их вообще. Но это всего лишь две карты. Неужели это все? Все. Этого мы ждали несколько лет, чтобы увидеть только вот изменения на двух картах. То ли на остальных картах все идеально, то ли это так сложно. На супертесте буквально за последние пару месяцев они потестировали переделки этих карт и все, оно уже готово и в следующем патче оно уже будет. То есть по факту не так уж и долго. А многие карты требуют переделок, причем глобальных. Давайте пробежимся по картам. Весфилд имеет дисбалансную зелень. Граница империи. Имеет дисбалансный центр и дисбалансные прострелы для одной команды для арты. Лайвокс имеет дисбалансный город. У одной команды он более простой и сильный. Для того, чтобы победить город, нужно меньше усилий приложить. Есть еще такие неинтересные карты, как Минск. Потому что посередине здоровенное ничего, которое никак не используется. И ты либо едешь грустить на один фланг далеко, либо стоишь в городе, перестреливаешься в одну дырку. Ничего интересного на этой карте по сути нет. То же самое монастырь. Уже давным-давно можно было как-то более разнообразно переделать эту карту, но по сути это просто две дорожки посередине домик. Париж тоже. Это карта, где играбельна только одна улица с мостом. Все. Перевал, дисбалансная карта. Пром-зона, точно так же как и Париж, обладает, наверное, самой конченной зеленью, которая вообще есть в игре. Она практически вообще неиграбельная. Что на Париже, что на пром-зоне. Редшер, одна и та же команда, практически в 100% случаев всегда побеждает. Потому что у них просто сильнее сторона с кучей позиций и просто удобнее и лучше играть. И ничего как не делая с этим, так и не делается. Рудники. Одна сторона как заезжала на гору с первой же минуты, как к себе домой, так и заезжает. Руинберг в следующем патче наконец-то переделывает, он должен быть адекватный. Рыбацкая бухта имеет один фланг, абсолютно неиграбельный для одной стороны и очень сильный для другой стороны. Студянки просто имеют странный геймплей. Тихий берег тоже не особо сбалансированная карта, где играбельно просто две дырки. Тундра имеет для одной стороны дисбалансный балкончик с кустами и прострелами, а у другой стороны такого нет вообще. Утес в следующем патче переделают. Фьорды для одной команды вообще неиграбельные. Вот просто вообще нет позиций. Харьков была очень интересной раньше картой. Превратили ее в унылую помойку, потому что зелень это один бугорок, где ты приезжаешь и просто стоишь на ней. Город это здоровенные дома, посередине один проем, ты приезжаешь в него и смотришь. Есть еще в городе, там если в глубину заехать, еще одна там дырка, в которую тоже приезжаешь и смотришь. Как тебе в лицо напихивают птшки, потому что сзади этих дырок поставили кустики для птшек. И все, карта вообще никак не играется. Она просто неиграбельная. Ты приезжаешь в одну из трех дырок, высовываешь свое лицо и стоишь смотришь. Все это весь геймплей Харькова. Они там года два перерывали Харьков, чтобы превратить его в три дырки. Штиль, где один из флангов вообще неизвестно для чего сделан. В итоге бои иногда абсолютно странные получаются. Эрленберг, там где верхний респ абсолютно не имеет почти никаких позиций. С другой стороны нижний респ имеет хорошие позиции с укрытиями буквально везде, где не стань. Песчаная река имеет очень широкие такие большие фланги и балкончики для кемпидротов на базе. В итоге та команда, которая просто становится на базе по кемперить, проигрывает, потому что отдает всю карту. Потому что она очень большая, по ней надо разъехаться и везде все контролировать. Вот так вот, если бегло пробежаться по всем картам, проблем очень много. И в следующем патче, грубо говоря, переделываться будут глобально только две карты. Две убогие карты должны превратиться в нормальные. И этого мы ждали пару лет. И есть подозрение, что в следующие пару лет мы тоже ничего не увидим, пока разработчики опять не начнут на супертесте тестировать изменения двух-трех карт. Хотя на самом деле переделывать нужно практически все. Какую-то больше, какую-то меньше. А есть карты, которые просто по геймплею унылые абсолютно целиком. И после того, как вышел патч 1.0, когда много карт убрали из игры, оставили только те, которые перевели в HD, я понял, что карты это одно из ключевых, что приносит удовольствие в этой игре. Карты дарят нам разнообразный геймплей. На разных картах мы получаем разный стиль игры и по-разному можем использовать свой танк. Но сейчас большинство карт это просто дорожка с дыркой и одним укрытием. Ты приезжаешь из-за кучки, высовываешь рыло в эту дыру и все, это весь геймплей. И таких карт очень много. Где ты просто приезжаешь в середину карты, налево, либо направо, занимаешь позицию от кучки и просто все, весь геймплей. Все карты обмазали камешками и кустиками. И кучками мусора. И почти все карты стали какими-то скучными и однообразными. Приезжаешь под эту кучку, становишься и ждешь, когда дурачок какой-нибудь подставится, ты ему просто нанесешь урон и все. Потом ты дожидаешься конца боя. Если это турбобой, ты спешишь вперед, лишь бы что-нибудь стрельнуть. Если это турбослив, пытаешься как можно дольше выживать и настреливать. Если это нормальный бой, ты просто стоишь в позиционке, стреляешься от этих кучек. И потом в конце боя едешь туда, где есть возможность еще что-нибудь поделать. Абсолютно однообразное, унылое и скучное геймплейное ничего. Это все, что картошка смогла предложить нам после патча 1.0. И в следующем патче 1.10 картошка нам предлагает улучшение всего лишь двух карт. Да, они наверное одни из самых конченных, это Утес и Руинберг. Баланса там на них нет вообще. Но таких карт, где одна сторона вообще не имеет возможности играть, еще очень много в игре. В несколько раз больше, чем то, что они исправили. Еще целая пачка карт, которые играются примерно одинаково, имеют одинаковый геймплей. И на них уже просто неинтересно даже находиться. При этом при всем, приезжая в каждую из таких дырок, тебя просто поливает арта грязью. А больше ехать играть некуда, потому что карты состоят из двух-трех дырок. Ты либо едешь играть в одну из этих дыр, либо просто стоишь и ничего не делаешь. И только когда ты ничего не делаешь, в тебя арта не стреляет. До того примитивный геймплей в картошке получился, что просто вообще, ну такое. Прям нужно годами выпрашивать у разработчиков хоть какие-нибудь изменения по картам. Хотя по факту, изменение этих двух карт заняло у картошки пару месяцев. Если они опять не забьют на несколько лет на карты, с такими темпами можно было бы спокойно за годик переделать все карты в нормальные. И каждый патч картошка игралась бы все лучше и лучше. Но у меня есть подозрение, что это опять забьется все на несколько лет. Потом опять переделывают две карты, и все равно половина карт останется говном. То же самое касается баланса танков. Пару танков немножко понерфили, пару танков немножко апнули. Сделали одну новую супер эмбу, и все, опять забросили баланс на несколько лет. Хотя есть танки, которые требуют косметического апа хоть чуть-чуть, чтобы они были не устаревшими. Но буквально просто циферку сдвинуть, это ж пиздец как сложно. А есть такие танки, как китайские. Такое ощущение, что этой нации в игре World of Tanks вообще не существует. Там просто все танки говно, кроме одного. И все это у меня накипело за последние пару дней, потому что карты просто люто повторяются одни и те же, прям подряд. Просто крутятся одно и то же. И когда ты одну и ту же конченую карту с одного и того же респа, играешь по нескольку раз подряд, думаешь, вот это да, десятилетие World of Tanks. Вот это праздник. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok